А сегодня, друзья, я вам расскажу о последней разработке российских ученых для повышения урожайности в несколько раз. Это предпосевная обработка семян с помощью коньяка. Да, именно коньяка. Если вы залезете в интернет, там много разных веществ для обработки. Там начинают янтарные кислоты, бор, йод, алоэ и так далее. В общем, масса всего. Но мы остановились на коньяке. С трехлетней самое оно. Итак, сам процесс достаточно прост. Вот у меня здесь подготовленные семена. Это семена лука. Наливаем коньяк в рюмочку. Вот он у меня налит. Теперь уже сам технологический процесс. Главное, не ошибайтесь. Не надо наливать непосредственно к семенам коньяк. Делаем так. То есть, как говорили у нас в армии, очень тонким слоем. Все. Обработка произведена. Теперь эти семена дадут очень большой урожай. Ну, наверное, вы поняли, дорогие друзья, что это шутка. Здесь, кстати, у меня был не коньяк, а компотик. Это если вдруг меня хотят обвинить в пропаганде алкоголя. Алкоголь вреден. Компот полезен. Стоит ли вообще обрабатывать семена? Нужна ли им вообще предпоседная обработка разными химическими препаратами, которые сейчас рекомендуют нам практически все. Особенно всевозможные фирмы, производящие стимуляторы. Давайте вот простенько разберемся. Для того, чтобы семена лучше прорастали, для того, чтобы у них не было болезней, их обрабатывают, как правило, протравителями. Вот если один раз их обработать, это будет хорошо. Как если, например, один раз вы пообедали, это для вас нормально. Если вы пообедали два раза, съели два обеда, вам будет нехорошо. Если три обеда подряд вы съели, вам будет совсем плохо. Так и здесь, если семена обрабатывают два раза или три раза разными протравителями, они теряют схожесть. Так вот, большинство семян, которые продаются в магазине, они уже прошли одну обработку протравителями. Вы делаете вторую обработку, вы понижаете их схожесть. Поэтому подумайте, нужно ли слушать вот эту глупость по поводу того, что там несколько раз повышается урожайность. Все это полная ерунда. Семена уже прошли одну обработку, и они больше обработок не требуют. Вы сделаете для них только хуже. Поэтому не мудрите, не мудрите и не слушайте разные глупости. А люди, которые не совсем понимают, верят, начинают копировать. В результате семена просто-напросто не всходят. Если хотите помочь вашим семенам. Знаете, самое простейшее стимулирующее средство, вы их замочите просто в снеговой воде. Снеговая вода, все. Это будет для ваших семян самое лучшее средство и бесплатное.